«Упал на пол и звонил своей жене, чтобы сказать, что я её люблю. Я думал, что это последние слова в моей жизни». С девяти утра один за другим в Днепре стали раздаваться взрывы в этом время на улице. И уже на работе находилось множество жителей города. Алина последние две недели работает баристой в кофейном киоске. Говорит, когда объявили о повышенной ракетной опасности, она вместе с коллегой пошла в подземный переход. Это спасло девушке жизнь. «Я бы не пошла. Вот видите, пробил один и другой осколок, насквозь картину. И вот так, прямо в окно. Я не знаю, что было бы. Хорошо, что пошла. Никогда не хожу в укрытие. А тут решила пойти». Светлана живёт недалеко от эпицентра взрывов, говорит, после первого вышла с детьми в коридор. «И стояли вот так, все тряслись. Это просто, я не знаю, дети испугались, да все испугались. Вот опять сирена». Взрывной волной в магазинах и торговом центре выбило окна и двери. В кафе, расположенном рядом с эпицентром взрыва, обвалился потолок. А стены побило поражающими элементами, которыми были оснащены российские ракеты. «Прошито всё насквозь, коситыми осколками. Вот. Вот что делает этот кусочек медала. Он просто разрывает, ну даже вот железо разрывает. Вот, разрывает двери, разрывает потолок, разрывает стены». «Повреждения серьёзные. Есть люди, которые находятся в больнице, тоже и с телесными повреждениями, и с контузиями. Внутри всё повреждено. На улице, как вы тоже видите, полностью всё разрушено». Осколок попал в отделение реанимации детской больницы. Есть разрушение в одной из амбулаторий. Ещё в одной больнице загорелось помещение архива. «Выбито несколько внутренних дверей. Сотрудники находились в укрытии. Пациенты тоже. Никто не пострадал». Ударной волной повреждены окна в нескольких школах и детских садах. Детей, которые находились в группах, воспитатели успели отвезти в укрытие. После окончания воздушной тревоги сотрудники садика собирали на территории обломки сбитых снарядов. «Я особо подняла. Я не знала. Кажется, это шахет. Я лично подняла. Я не знала. Говорят, это шахет. А сотрудники принесли обломки ракеты. Там такое чёрное железо». В следствии комбинированной атаки подтверждена гибель пяти человек. Ранения получили более пятидесяти. Половину из них госпитализировали с переломами, ушибами, травмами головы. «Это больше всего катотравмы. Люди были под завалами. И осколочные ранения, а не огнестрельные, за счёт поражения осколками». С заявлениями в полицию для фиксации ущерба уже обратились более 80 человек. 4 июля в Днепре объявлен траур по погибшим следствии обстрела. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов из Днепра. Для телеканала «Фрида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова